Доброе утро коллеги! Сегодня на повестке дня коронарная болезнь сердца. Основная проблема в кардиологической практике. Внимание всего мира сейчас приковано к коронавирусу, от которого на сегодняшний день умерло 47 тысяч человек. Вместе с тем не следует забывать, что основной причиной смерти остается именно коронарная болезнь сердца. Ежегодно в мире от этой проблемы умирает почти 9 миллионов человек. Частота заболевания заметно возрастает после 50-60 лет и уже в старческой группе каждый третий имеет эту проблему. Во всех возрастных группах симптомная коронарная болезнь чаще у мужчин. В последних европейских рекомендациях предпринята попытка унифицировать терминологию, перенеся акцент симптомов на причину коронарную болезнь сердца. Таким образом у нас имеются хронические коронарные синдромы и острые. Наличие стенокардии неблагоприятно влияет на прогноз у пациентов с инфарктом миокарда. В то же время без инфаркта миокарда наличие симптомов не ухудшает прогноз. Важно понимать, что на выраженность ишемии миокарда, на симптомы влияет не только коронарный атеросклероз. Обычно критическое снижение коронарного кровоснабжения возникает при стенозе более 90%. Также следует учитывать динамичный вазоспазм, микрососудистую дисфункцию и многие другие факторы, которые нужно рассматривать вместе для того, чтобы добиться эффекта по контролю шимии. Чтобы избежать большого числа неоправданных инвазивных коронарных ангиографий, предлагают рассчитывать вероятность обструктивной коронарной болезни. В случаях, когда необходимо уточнить диагноз, используются нагрузочные тесты или компьютерно-томографические ангиографии. Среди стресс-тестов предпочтение отдают визуальным, которые обладают большей чувствительностью и специфичностью. Стресс-тесты и компьютерная томографическая ангиография обладают близкими диагностическими и прогностическими возможностями. В то же время для выявления коронарной болезни компьютерная томография может быть полезной, особенно для прогноза у пациентов с диабетом. В тех случаях, когда у нас имеется выраженная стенокардия, ограничивающая нагрузки сильно, отсутствие существенного эффекта антиангинальной терапии, выраженная дисфункция левого желудочка, тогда пациентов нужно сразу направлять на инвазивную ангиографию, поскольку высока вероятность критичного стеноза и ревоскуляризации. В остальных случаях, если необходимо уточнить диагноз и тактику ведения, можно использовать компьютерную томографическую ангиографию или стресс-тесты. Еще раз обращаю внимание на особенности ведения пациентов старческого возраста. Это приоритет симптома качества жизни, титрование очень медленное, препаратах, ограничение числа лекарств, учет когнитивных особенностей, психологическая поддержка, важность физическая. Хочу обратить внимание, что пациент после консультации должен получать четко и грамотно написанные инструкции по ведению. Особенно важно, чтобы их поняли и активно участвовали в лечении члены семьи. Важнейшее значение имеет визуальная информация. Если раньше я пользовался схемами на доске, то сейчас появилась возможность акцентировать внимание, убеждать, показывать основные моменты заболевания на втором мониторе. Основной причиной коронарной болезни является атеросклеротическая бляшка. Важнейшее значение имеет снижение скорости роста этой бляшки, уменьшение вероятности ее разрывов, что можно добиться в первую очередь более жесткой гиполепидемической терапией. Критерии значительно ужесточились и сейчас для пациентов с этим заболеванием требуется, чтобы уровень холестерина липопротеинов низкой плотности не превышал 1,4 мм. Активную терапию максимальными дозами статинов следует начинать даже при низких уровнях холестерина липопротеинов низкой плотности. Не всегда удается добиться целевых уровней при помощи максимальных доз статинов. В этих случаях может помочь изитимид. Реже используются и другие препараты, например ингибиторы PCSK9 или появившиеся за рубежом, и мы надеемся, что и в России скоро появится бемпедоевая кислота. Лечение статинами не уменьшает симптомы, поэтому важное значение имеет убеждение пациентов. Неприверженность к терапии бемпедоевая кислота снижает выработку холестерина в печени на более ранних этапах, чем статинами или ингибиторы PCSK9. Поэтому мы ожидаем невысокой частоты побочных эффектов этого препарата. Низкая частота побочных эффектов обязательнее требует к препаратам, которые мы используем у стариков. Недавно одобрен этилофир-экозапентаеновый кислотой для гипертриглицеридемии, который может также уменьшить частоту сердечно-сосудистых событий. Это вещество содержится в амакоре, но использовать 9 таблеток в связи с высокой стоимостью препарата проблематично. Крупные фармакологические компании не уделяют большого внимания созданию препаратов с антишемическим эффектом. Поэтому схемы ведения этих пациентов остаются стабильны. Не следует преувеличивать возможность стереоскуляризации. Если мы убрали критический стеноз на протяжении 1-2 см и установили туда инородное тело, это совсем не значит, что мы решили проблему коронарной болезни, дисфункции сосудов. И во многих исследованиях не было найдено различия по влиянию на прогноз между консервативным и инвазивным лечением. Если у пациента исходная имеется стенокардия, особенно выраженная, то ревоскуляризация чаще устраняет стенокардия и улучшает качество жизни по сравнению с медикаментами. Но эта разница не столь велика. Основным показанием кривоскуляризации является стенокардия выраженная, которая значительно мешает жить пациенту при неэффективности медикаментозного лечения в тех случаях, когда выявлен критический стеноз большой коронарной артерии. Часто выраженность коронарной болезни, симптомов определяется не столько атеросклерозом больших коронарных артерий, сколько малых сосудов и их дисфункцией. Здесь вы видите картину микровоскулярного спазма, вызванного цитилхолином, который полностью обратим после введения нитроглицерина. Современные стенты, обладающие тонкой основой современными быстрорастворимыми полимерами, позволяют снизить продолжительность двойной антиагрегантной терапии, которая предупреждает мутористентовые тромбозы, до 3 и даже 1 месяца. Это подтверждает и положение европейских и американских последних рекомендаций. Контроль факторов риска может на треть снизить смертность у пациентов с коронарной болезнью. У пациентов с астанокардией не следует избыточно снижать артериальное давление, поскольку это не приносит долгосрочной пользы, а часто даже усиливает симптомы, поскольку кровоснабжение осуществляется в период диастолы и определяется в том числе давлением в аорте. Прогноз факторов риска имеет существенное значение для снижения риска коронарной болезни. Реализовать в жизни непросто, поскольку у пациентов без симптомов выполнение этих рекомендаций не улучшает качество жизни, а скорее ухудшает. Эффект средиземноморской диеты оказался выше в северных странах, чем в южных. Уявлен существенный вклад диеты в риски сердечно-сосудистых болезней. Это в первую очередь употребление большого количества натрия, малого числа фруктов, овощей, зерновых. Особое внимание в последние годы уделялось трансжирам, и во многих странах введены были очень жесткие требования по содержанию трансжиров продукта. В России эти требования намного мягче. Немало проведено эпидемиологических исследований с противоречивыми оценками рисков, связанных с употреблением яиц. Но не следует забывать, что там достаточно много холестерина и усердствовать с яйцами яиц. Известная рекомендация по физической активности умеренной не менее 150 минут в неделю, а интенсивной не менее 75 минут в неделю, имеет под собой основания в виде результатов исследований, которые показали, что именно эта минимальная активность позволяет снизить будущие риски. Большинство рандомизированных контролируемых исследований не показало профилактического эффекта аспирина. Об этом же говорит метаанализ исследований, в котором были собраны большое число результатов надежных больших тестов. Польза аспирина по предупреждению тромбозов перекрывается риском кровотечения. Расчеты показывают, что только у пациентов с очень высоким риском тромбозов эффективен прием аспирина с целью первичной профилактики. Таких пациентов примерно 10-15%. Следует отметить, что у пациентов невысокого риска пользы применения статинов, особенно в старческом возрасте, невелика. Об этом же говорит метаанализ рандомизированных исследований. Это картина Байкала весной. Приехать в эпидемию уже не получится, но мы очень надеемся, что инфекция пойдет на спад и мы уже сможем возобновить общение не только дистанционно. Всего вам доброго.